Гнев — это предковременное безумие. Прилетарша — это видео, прочитанное за октябрь 2015. Я прочитала небольшой тонечек, крохотный стихов Семёновой, «Кубик из красной пластмассы». Там собраны стихи, которые можно увидеть в начале глав, в книгах, посвященных Волкодаву и в других книгах. И они просто потрясающие, наполнены какой-то мудростью, славянизмом, русским духом, справедливостью. Там очень-очень много справедливости. Да что я вам рассказываю? Я как-то читала стихи здесь на YouTube Семёновой. И можете поискать, послушать. Действительно стихи стоящие. Кстати, напишите мне, может, мне стоит продолжить эту тенденцию. Или стоит воздержаться, наоборот. Потрясающие просто стихи. Я с большим удовольствием перечитала, несмотря на то, что многие из них я знаю наизусть. Я всё равно каждый раз плакала, когда стихи были грустные, радовалась, когда стихи были... Нет, там нет радостных стихов, но там есть стихи, очень справедливости взывающие. И я наполнялась вот этим вот духом, когда я читала... Хотя, повторюсь, знаю их уже наизусть, для меня это не... Но, тем не менее, каждый раз как первый. Читала я ещё «Жеравлёнок и молнии» Кропивина, моего любимого. В ней перечитала уже, наверное, сотый раз. Книга из разгляда... Ну, там Кропивин пишет откровенные сказки. Пишет такой быт и немножко философии уходящей повести, где рассуждается много грамотности в селе, на всяких таких штуках. Например, «Селенских» у меня одна из любимых, «Белый шарик матроса Вильсона». Кажется, она так называется. Ну, вот эта книга «Жеравлёнок и молнии» — она такая путавая. Там рассказывается обычная жизнь мальчишек и девчонок. В частности, мальчик живёт с родителями. У него, в принципе, счастливая жизнь. Да, он уже успел пережить пару трагедий. У него погиб друг, у него умер дедушка. И книга... Рассказывает, как он переезжает в Горгород, находит новых друзей, переживает с ним какие-то приключения, переживает какие-то новые горести, которые, впрочем, преодолевают. Это всё очень трогательно, мило, позитивно. И между тем, сидишь и задумываешься над смыслом жизни, над тем, что правильно, что неправильно. Потрясающая книга, как, в принципе, все вещи у Крапивина. Прочитала я также у Треси Шевалье «Дама-единорог». Я уже рассказывала её книги. «Падшие существа», «Падшие люди», «Падшие ангелы». Оставлю ссылку под видео. Мама тоже о Шевале рассказывала. Тоже оставлю ссылку. Ну, вы знаете, там уже ничего значилось, что я ещё рассказывала вам. Когда я начинала знакомство с этим автором, первая книга, это была «Падшие ангелы». Я была в восхищении. Мне понравилось «Безумное». Я думала, это... У неё все книги такие. Дама, девушка-жемчужная селёжка, меня немножечко удивило в том плане, что она была написана не так прекрасно, как «Падшие ангелы». И даже был такой момент, когда до такой степени накалило во мне ощущение безысходности, печали, какие-то депрессивные настроения, что я даже отложила в сторону на некоторое время, перестала читать, но потом снова к ней вернулась и всё-таки дочитала. И вот эта книга, она ещё ниже. То есть мне не понравилось. Я очень прошу прощения людей, которых я сейчас, может быть, не нароком обидела, этими словами. Им нравится книга «Дама-единорог», но вот ей... Ну не моё, ну не пошло у меня. Какая-то она особоченная, там художник с прозвищем «Невинный», который вообще-то чья ему не подходит. Он очень даже винный, он пахатун, он за каждой юбкой, неважно, кто это. Там высшие знати, художница, слепая, девушка лёгкого поведения, ну, определённой профессии. Это абсолютно не важно. Главное, чтобы у неё были определённые... В общем, главное, чтобы у неё было тело женщины, да, или девушки. Всё остальное абсолютно... И всё вокруг этого вертится. И мне всё равно, что там заодно рассказывается о том, как во Франции когда-то ткали эти ковыры на стены вешать, украшали замки, залы целые, вот ими сплошь. Да, это интересно, но похотливость художника меня очень смутила. Ну, вот не для меня книга вообще ни разу. Ну, и теперь, когда я буквально обкакаю эту вещь, которая... Ну, может быть, достойная книга, достойная вещь. Ну, ребят, правда, ну, не для меня. Я не слишком резко, а то, может, правда, кого-то обидела. Собственно, это почти всё. Назову ещё пару вещей, которые я прочитала, но по определённой причине не буду рассказывать. То есть я дочитала в начале месяца «Чёрный тополь», «Черкасово», поэтому уже есть видео отдельное. Я прочитала «Другой путь окуин», об этом есть отдельное видео совместно с мамой. Я прочитала... Я начала перечитывать «Хроники Нарнии». Я прочитала первую самую часть «Премянник Чарадеи». Но о ней я не буду говорить, потому что мне хочется снять отдельное видео о «Хрониках Нарнии», которое будет, разумеется, когда я прочитаю все семь книг. Осталось ещё шесть. Пять с половиной. Так что на этом всё. Я желаю, чтобы ваши мечты всегда забывались. И при этом вам не вредили. А то всякое бывает. До скорых книг пока.